Добрый день! В эфире телеканал Репортер. Программа «Разберемся». И сегодня мы будем говорить о программе формирования комфортной городской среды, которая реализуется в Ульяновске, Ульяновской области второй год подряд. Сделано много, хотя вся программа находится только в самом ее начале. Будем говорить вместе с гостями нашей студии, как добиться того, чтобы дворы в нашем городе и в других муниципальных образованиях региона выглядели гораздо лучше, чем выглядит сегодня. Я представляю гостей. Сегодня с нами Светлана Николаевна Колесова, заместитель председателя правительства Ульяновской области, куратор проекта формирования комфортной городской среды Ульяновской области. Александр Иванович Варюхин, член Союза архитекторов России. Кавалейру Анна Маркиш, городской антрополог. И Геннадий Анатольевич Антонцев, председатель комитета законодательного собрания Ульяновской области по жилищной политике, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике. Добрый вечер. Светлана Николаевна, первый вопрос вам. 2017 год завершен. Удалось ли выполнить программу в том объеме, в котором планировалось? Конечно. Мы выполнили все задачи, которые перед собой поставили. На декабрь, конец декабря 2017 года, по итогам программы, 161 двор в Ульяновской области отремонтирован капитально. И также реорганизовано и благоустроено 19 общественных территорий. Я напомню, что в программе участвовало 7 муниципальных образований. Это город Ульяновск, Димитровград, Барыш, Инза, Сингелей, Силикатнинское городское поселение и город Новоульяновск. Поэтому здесь речь идет не только о дворах, а еще общественных территориях, которые выбирали сами жители, нужно сказать. Это первый опыт вообще в России, реализации такого проекта, когда жители принимают решения. И первый такой проект запущен, в том числе, на территории Ульяновской области, федеральный проект. Спасибо. Геннадий Анатольевич, скажите, пожалуйста, а зачем жителям принимать какое-то решение? Ну, столько лет была нормальная система, власть определяла, вот архитекторы планировали. В итоге принималось решение, одно внедряло жизнь. И вдруг мы даем власть народу. В чем смысл, в чем плюсы и в чем минусы этой программы? Главный плюс этой программы, я думаю, как раз в том, что люди оказались вовлеченными в процесс соревновательной отбора. То есть, если раньше, до этой программы, ну, собственно говоря, сейчас такое же продолжается, просто с меньшим финансированием, дворы ремонтировали от времени к времени, тем более, что дворы сейчас переданы в управление собственникам, грубо говоря, жителям. И средства на внутрикварталку, на тротуар и так далее, муниципалитет сейчас не выделяет. Он больше выделяет средства на дороги общего пользования. То программа, о которой говорим мы, она позволяет жителям, приняв участие в соревнованиях по отбору, добиться того, чтобы именно их двор был включен в программу по формированию комфортной городской среды. Так было в 2017 году, и похожие принципы остались на формировании программы в 2018-2022 году. То есть, именно в этом состояла суть. Кто из собственников докажет свою лучшую организацию, кто скорее полно соберет нужную информацию, кто скорее достоверно и полно предоставит информацию, соответствующие критериям, по которым был отбор в 2017 году, тот и победил. Так было в 2017 году, и именно так было подано на, только в Ульяновске, больше 230 заявок. В конкурсе победили 37, но еще за счет экономии средств, еще добавили 5. Итого 40-го двора ульяновских оказались отремонтированными в 2017 году. Понятно, спасибо большое. Александр Иванович, вопрос вам. Получается, архитекторов таким образом двигаются, их традиционные площадки, что-то проектировать, выстраивать. Ваше отношение к этой программе? Участвовали ли вы вообще в разработке каких-либо проектов? И как оцениваете эту сплавику архитектора-жителя? Ну, знаете, вообще в этом нет ничего нового. Вот это движение, participation, оно существует на Западе уже где-то больше 30 лет. Я только институт закончил. Вот помню, что вот это уже стало модным. Участие как бы заказчиков в проектировании. Вот. Ну, всякая палка, она, как известно, на двух концах. То есть, с одной стороны, вот я как проектировщик, допустим, иногда затрудняюсь в том, чтобы понять, а чего нужно тем, для кого я работаю. Это не только у меня, у многих архитекторов высказывают тоже такие соображения, поскольку у нас совершенно изменилась сторона, совершенно изменились законы, вообще, вот, головы изменились. А с другой стороны, другой конец этой палки. Одному жителю дома 17 нравится синее, а другому жителю дома 17 нравится сладкое. И вот как это все собрать, и все, вот, и как это все понять, и как это, и кто это будет делать, и кто это донесет до архитекторов. Потому что если архитектор начнет заниматься еще и этим, ему некогда будет работать. У нас сейчас очень сильно изменилась законодательная база по градостроительству. Очень сильно. Вот. Не успеваем отслеживать только изменения в Градкодекс. Даже этого не успеваем. Но очень может быть, что вот как раз здесь вот могли бы помочь представители того сообщества, которое оно представляет, вот такие вот городские антропологи. Люди, которые анализируют ситуацию, а потом нам говорят, слушайте, ребят, людям нужно вот это. И это нам бы очень сильно помогало. Потому что я вот так к этому отношусь. Вот сейчас у антропологов спросим, Анна, что же вы там наисследовали, наанализировали, и как ульяновцы представляют себе идеальное общественное пространство? Ну, на самом деле, исследование по городской антропологии началось в начале 17-го года, как только была принята, в общем-то, программа на федеральном уровне. И меня пригласили к сотрудничеству в Институт «Стрелка», с которыми я уже сотрудничала в некоторых вопросах. И в том числе не только по формированию городской среды, но и по формированию культурной среды и так далее. На самом деле, городская антропология очень большую занимает действительно сейчас промежуточную роль между заказчиком как жителем и между архитектором непосредственно. Потому что городские антропологи выдают уже проанализированные готовые решения для каких-то универсальных, типовых, возможно, проектов и для архитектурных решений. На самом деле, методология была разработана Институтом «Стрелка». У них это первая, наверное, институция, в которой на сегодняшний день является самостоятельное исследовательское бюро, которое называется «Центр городской антропологии», которого возглавляет Михаил Алексеевский. И, собственно, методология была уже нашему экспертному сообществу в регионах представлена. То есть это была большая разработанная анкета. И в анкете были учтены не только потребности жителей, где какую поставить лавочку или где какую поставить урну, а всё начинается с ментальности, с того, что человек понимает под городом, что он видит позитивного, негативного, какие там изменения, что город представляет собой для молодёжи, что город представляет собой для старшего поколения. И затем уже, собственно говоря, город разбивается на такую какую-то систему. Вот. И вот различные элементы этой системы мы как раз-таки и анкетировали. Не только... Я прошу прощения. На какую-то такую систему? На какую-то такую? На какую-то такую? Можно я как-то короткое писать? Да, конечно. То есть это достаточно обширное исследование. Но это как бы транспортная система, это система благоустройства, это историко-культурное наследие, это культура современная, молодёжная, да, это культура для пожилых людей, это спорт, здоровый образ жизни. Ну, вот примерно такие... Это такая примерно усреднённая модель для среднестатистического выражения, в принципе, в любом городе. Потому что программа действует в 40 городах, ну, действует, вернее, в 40 городах России, и, собственно, методология должна была позволять, то есть сделать какие-то универсальные решения по каждому городу, вот, и представить это в виде каких-то таких уже готовых, вот, модельных именно планов. Хорошо. Сейчас попробуем понять, как население вообще восприняло этот проект. Светлана Николаевна, спросим, наладили ли диалог между властью и обществом? И сразу, есть ли недовольные, если кто-то есть недовольный, то чем? Как этот вопрос можно решить? Вы знаете, на самом деле, когда мы начали реализовывать этот проект, мало в него кто верил. Это факт. И мы даже приглашали людей, ну, пожалуйста, давайте переговорим, ну, как вы хотите. Ну, так очень недоверчивое было ощущение. Никто не верил, что дадут денег? Нет, но, во-первых, что... Почему их спрашивают? Вот у нас в обществе не принято, что власть советуется с жителями, а что вы хотите? И сначала, конечно, ну, это проходила Европа, и, в принципе, где, вот как Александр Иванович говорит, эта система уже работает, да, вовлечение и там соучаствующего проектирования. У нас она только запустилась. И, конечно, сначала такой непонятный эффект. Но при этом мы поняли, что вообще проект про отношения, про отношения между людьми. Потому что во дворе действительно были конфликты, когда одни хотят детскую площадку, а другие хотят парковку, а третьи хотят зону отдыха, чтобы вообще никто не шумел. И, конечно, здесь задача архитектора найти, предложить решение, которое устроило бы всех, если это возможно, по площади. Ну, а жителям между собой договориться и, собственно, принять какое-то решение большинства, да, и с этим согласиться, согласиться с этим большинством. И вот мы показали... Ну, наш проект показал, что это не везде проходило гладко, да, то есть были какие-то вот такие вот вопросы. Но здесь позиция такая, что во дворе люди должны между собой договариваться. Про что говорит Анна? Здесь действительно интересная история получилась, потому что про 40 общественных пространств, ключевых общественных пространств в Российской Федерации мы попали парком дружбы народов. И в рамках этого проекта обсуждали, а что, собственно, должно функционально, как этот парк должен жить у нас дальше, да. То есть... И здесь, конечно, поколенческий такой разрыв. То есть молодежь говорила, мы хотим там кататься на велосипедах, условно говоря, с детьми, нам нужна детская площадка, а взрослое поколение, нет, ну вы что, это парк, вот он как вот должен просто там гулять. Такой мемориальный статус. Да, 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 статус. И поэтому здесь как раз вот у нас два раза были очень бурные общественные обсуждения, в результате которых мы пытались найти компромисс какой-то. он ещё не закончен, то есть у нас часть решений уже отработана, а часть ещё предстоит, потому что, ну это вот, мы не привыкли к этому, нужно понять, что это практика, которая только-только внедряется. И если, например, в первый год приоритетного проекта это было в таком лайт-режиме, да, мы говорили о том, что давайте будем обсуждать, у нас не было какой-то целевой модели, конкретики, то вот второй у нас год реализации проекта, и все, наверное, вы слышали, что у нас достаточно жёсткие требования по выбору общественных территорий. То есть у нас вот с 15-го две недели до 1-го февраля 237 урн в магазинах, поликлиниках, ну во всех общественных местах были расположены для того, чтобы жители имели возможность написать свои предложения, пожелания, какие территории они хотят. А в марте месяца у нас пройдёт рейтинговое голосование, и жители сами должны выбрать те территории, которые будут благоустроены в приоритетном порядке, да, в первую очередь. И я думаю, что это такой беспрецедентный случай в истории, вот в новейшей истории, когда мы даём эту возможность, когда мы даём жителям почувствовать себя как бы соучастниками этой городской жизни, что они действительно могут влиять на решения, которые принимают власти, и они являются, ну мы являемся частью нашего общества. Частью общества. Хорошо, спасибо. Александр Иванович, вам вопрос. Вот если именно общественных территорий касаться, двор это всё как-то ближе к каждому, первое, что мы видим, выходя на улицу, это двор, да, и нас там не очень много, ну три-четыре дома могут образовывать двор, да. А общественная территория, вот как между «хочу» человеческим и «надо» и «можно» архитекторским профессиональным найти баланс? Когда эти ящики вскрывали, мы тоже делали сюжет, мы видели там даже схемы, наброски, но мне было тяжело разобраться в том, что там изображено, удаётся ли это сделать архитекторам. Вот чисто профессионально, что там происходит? Ну понимаете, вот с профессиональной позицией, если говорить, вот именно с позиции архитектора практикующего, ну каковым я сейчас являюсь, с этим действительно очень сложно работать. Работать практически невозможно. Вот во дворе это всё-таки действительно образуется некое сообщество, там всё-таки, вот, или там несколько сообществ. Есть сообщество бабушек вот у подъезда, есть сообщество автомобилистов, да, но они всё-таки есть. И там как-то более-менее. Допустим, крупное общественное пространство, такого общегородского значения, вот как тот же, действительно, вот, парк дружбы народов, или, скажем, вот этот сквер-строитель, вот есть он у нас такой, вот. Там люди бывают не только из близлежащих домов, они бывают из очень разных, как бы, мест. И вот тут как раз начинаются большие сложности. И вот это вот хочу, а вот я хочу, вот это. Мы очень часто понимаем, что это невозможно реализовать, допустим, ну что-то в силу технической невозможности. Вот я хочу здесь вот, не обязательно стадион, а над ним линия высоковольтная проходит. Охранная зона 25 метров в каждую сторону. Нельзя. А я хочу. И вот убедить в том, что хочу, это одно, а можно, это другое, это, кстати, достаточно сложно. Это техническая сторона. Есть в чём-то? Я хочу здесь маршала Жукова на коне, а он не вписывается, например, в пространство. Это что же должно быть? Ну вот тут, понимаете, вот здесь как раз вопрос-то в чём? Я думаю, что иногда профессионал не находит общего языка. Вот в чём Светлана Николаевна говорила, что на самом деле это вопрос, кто с кем и как договорился. Потому что договориться всегда проще, чем переубедить. Вот уметь как-то договариваться. Если власть будет слушать население, население будет слушать архитекторов, архитектор будет слушать население, и власть тоже нас будет слушать. Я думаю, это очень длительный процесс, он очень длительный. Но если мы пошли по этому пути, то я так думаю, что шансы сделать наши города лучше у нас есть. Ну если тем более программа рассчитана до 2022 года, я думаю, это первый этап. Это уже тысяча четыре года. Будем, как говорится, посмотреть, что там будет дальше. Геннадий Анатольевич, вам вопрос. Ну вот смотрите, тоже сейчас уже говорил, 3-4 дома образуют двор. И как вот эти споры все нивелировать, которые, конечно же, возникают? А как там этот двор, он может быть не очень большой. Как там его обустроить? А плюс к этому же еще, по-моему, около 4 тысячи домов многоквартирных в Ульяновске. И, конечно, программа наверняка все не охватят. А нет ли зависти у тех, кто не получил, а рядом получили? Мы проиграли, они выиграли. На основании чего? Вот это... Нет, Евгений, это совершенно понятный ответ на ваш вопрос. Я назвал в самом начале 232 дома, которые подали документы на 2017 год. Значит, отобрали там 42. Почти 200 остались за бортом. А если просто считать, что пряников сладких на всех не хватит, тоже понятно. И программа на пятилетие предполагает ремонт, если теми же самыми суммами, которые были сейчас из федерального центра, будет обеспечен субъект, ну, порядка 200, очень больше дворов. Да, и поэтому если 4 тысячи МКД, значит, ну, многие из них образуют совместные дворы, то очень много дворов, конечно, люди, которые хотели бы улучшить на триквартирные свои проекты двора освещения, останутся за бортом. Это естественно. Вот. И поэтому никто не говорит, что это программа панацея. Да, то есть сделана такая попытка, попытка вовлечь и дать возможность, это хорошо, я считаю. Да, потому что на самом деле, вот на примере 2017 года, поскольку о нем можно говорить, как уже о свершившемся факте, я знаю много примеров, когда люди на самом деле находили компромисс, о котором говорит Александр Иванович, когда люди поняли систему взаимодействия с властью, это тоже хорошо, когда мы начинаем понимать, как нужно договариваться. Когда стройзаказчик мог приехать по звонку старшего по дому в первом часу ночи, это не преувеличение, потому что подрядчики работали иногда допоздна, да, и если старший в чем-то сомневался, он вызывал стройзаказчика, и тот реагировал, приезжал. У нас были случаи, когда еще подрядчики снимали асфальт, уложенный на длине четырех подъездах дома. Просто потому, что старшие по дому и люди, живущие там, заметили, что асфальт положен на жижу, и это доказали. И не приняли. В сутки были переделаны эти виды, да. Поэтому это, скажем так, он процесс и диалектический, и философский, но, естественно, повторяю еще раз, он не удовлетворит всех желающих. Да, есть обиженные, есть, конечно. Есть те, которые подавали заявки на первом этапе, думая, что они войдут автоматически в 18-е дальше годы, но это не случай, потому что правила игры поменяли, поменяли их федералы в первую голову, да. То есть мы об этом говорим совершенно открыто, каждый раз этого не стесняемся, да, потому что это большой опыт для большой страны, во-первых, вот. Ну, а во-вторых, все-таки есть надежда, что это не последнее, скажем так, федеральное финансирование именно таких проектов, да. И на примере этих проектов и субъекты, то есть области, тоже наберут свой вариант решения этих самых проблем. Потому что задачку решить просто средствами муниципалитетов невозможно. И поэтому государство, как в свое время со 185-м законом по капремонту, да, 5% ваше, остальное государство, давайте-ка вместе. Значит, вот тот же самый вариант, он прослеживается и сейчас. Другое дело, и мне было бы интересно на сегодня, какие перспективы у федерального центра на после 22-го года. Вот это было бы хорошо узнать. Спасибо. Анна, вам вопрос. Как Светлана Николаевна в примере с парком говорила, вот молодежь хочет так, а более старшее поколение хочет по-другому с парком. Я хочу понять, антропологически Ульяновск молодой город или все-таки уже такой зрелый, да? То есть, соответственно, в чью сторону чаша весов склоняется при желаниях человеческих? Собственно, будем ли мы купеческим, симбирском? Ну, конечно, мы будем изменяться, но при этом мы можем больше патриархальную какую-то такую часть сохранять в основе, да, или мы будем таким молодежным и прорывным городом? Ну, надо сказать, что Ульяновск, конечно, занимает патроналистскую позицию по отношению к молодежи. То есть здесь очень, собственно, молодежь прислушивается к старшему поколению. И на самом деле есть молодежь, которая даже умеет с ним договариваться, что удивительно. Вот. Да, очень консервативный город, очень консервативная позиция не архитектурного дизайна сообщества, а именно историков и краеведов, которые очень держатся за исторический Семьвирск, да, который, и это возможно, как бы имеет место быть, особенно историческая часть города. Это очень актуально, например, когда мы обсуждаем там какие-то исторические улицы, очень важно сохранить там фасады домов и какую-то историю, какую-то концепцию этой улицы. Вот. И в данном случае нужно уметь актуализировать для молодежи это историко-культурное наследие. Это очень важно. Так же, например, как в культурном сообществе произошло с Гончаровым, с Карамзиным. И теперь, собственно говоря, молодежь, во всяком случае, готова реализовывать проекты, которые связаны с этими именами. Их было очень много. Вот. Но, несмотря на это, время движется вперед, и та методология, которая предложена антропологами Стрелки, это прежде всего, конечно, рассчитано на комфорт будущего поколения. Потому что именно это семьи с детьми, это не просто молодежь. Молодежь ведь у нас, она какая? Она не подростковая, которая только катается на скейтах. Молодежь — это семьи, молодежь — это работающая молодежь, молодежь — это люди, которые закончили вузы и хотят работать в этом городе. И для них очень важно, собственно, вот эта вот как раз-таки комфортная среда. Это где их ребенок там может отдохнуть, где они могут прогуляться со своими родителями, где они могут кататься на велосипедах, там, заняться здоровым образом жизни. И в этом смысле вот антропологическое исследование, оно охватывает как раз-таки все эти потребности. Кроме того, был очень интересный опыт, это изучение активности в социальных сетей, потому что сегодня горожанин — это активный житель и потребитель именно социальных сетей. А что там было исследовано? Что вы хотите, было за этот вопрос? Ну, на самом деле, это такое уже технологическое исследование, как, ну, как, например, на примере парка Дружба народов была показана, где наиболее активно, грубо говоря, люди пользуются социальными сетями. Пользуются какой зоной? И выяснилось, что как раз-таки это верхняя часть парка, где люди делают селфи, где они там сидят в Фейсбуке, где они там в Инстаграме там... Ну, будем прямо говорить, здесь что-то еще осталось. Более-менее такого можно посмотреть. Вот, и в этом смысле, конечно, это тоже проблема, потому что это повод задуматься, что же происходит с парком внизу, и, может быть, пойти там архитектором, дизайнером, благоустроителем и строителем вниз парка и увидеть... Понятно. Анна, спасибо. Светлана Николаевна, вопрос. Вот, как раз соцсети прозвучали, я просто подумал, вот мы говорили про ящики, куда можно было опускать свои предложения, да? А на 2018 год вообще какое развитие у этой программы предусмотрено, как вот в плане сбора информации, кроме этих ящиков, может быть, соцсети подключать, также опросы проводить, может быть, это уже запланировано. И какой объем работы предстоит выполнить, сколько дворов облагородим. Плюс, сразу, когда федеральная программа исполняется, если она исполняется хорошо, и федеральный центр это видит, как правило, денег уделяется больше. Это так вот по отношению к этой программе? Ну, у нас в этом году фактически, во-первых, в два раза увеличилось финансирование регионального бюджета. И появилась еще составляющая региональной программы формирования комфортной городской среды, та самая пятилетка благоустройства, в которую вошли, помимо тех семи городов, про которые я говорила, все остальные районные центры. Они сейчас получили возможность по таким же правилам абсолютно, как и федеральная программа начать общественные территории свои по одной территории хотя бы благоустраивать. Мы ее синхронизируем с дорожным фондом, с другими программами, чтобы быть, ну, такой эффект, да, получился. И это 50 миллионов дополнительных денег из регионального бюджета плюс 52 миллиона на ТОСы. И если имеется юридическое лицо, можно будет подать заявку и выиграть на благоустройство своих территорий. Это тоже первый раз такое у нас происходит в Ульяновской области. Касательно региональной части. Что мы говорим про федеральную? Во-первых, федеральное финансирование сейчас утверждается на три года. Для нас это большой прорыв, потому что мы имеем возможность четко выстраивать свою стратегию и понимать, ну, вместе с вами, с жителями, собственно, что мы можем сделать. И вот этот долгосрочный план свой корректировать и сформировать. И задача сейчас до 31 марта в муниципальных образованиях должны быть утверждены программы по формированию комфортной городской среды на пятилетний срок. Естественно, с участием жителей. Что касается дополнительных денег, на позапрошлой неделе президент России Владимир Владимирович Путин в Коломне объявил о том, что будут поддержаны малые города и исторические поселения. Дополнительно 5 миллиардов из федерального бюджета в рамках данной программы будет выделено. Конечно, мы будем претендовать. Кому они останутся из нас, возможно? У нас четыре малых города, которые по критериям проходят. Это Сенгилей, Барыш, Инза и Новоульяновск. Сейчас мы уже стартовали к формированию заявки. До 1 апреля нам нужно ее сдать, чтобы... Ну, там серьезный конкурс будет с участием зарубежных экспертов в том числе. Поэтому мы сейчас все силы направили на то, чтобы качественно подготовить и дизайн-проекты, и заявку, потому что там требования и вовлечения не только населения, но и бизнеса. Как оно будет участвовать, как эти территории начнут жить, как они начнут оживлять города, а как, собственно, бизнес там начнет работать. Поэтому мы будем бороться за то, чтобы получить дополнительные финансирования. Хорошо. Слава Николаевна, к началу вопрос вернусь. Кроме вот этих ящиков, из которых уже проведена выемка, будет ли еще какой-то конкурс проводиться в 2018 году дополнительно к этому? Нет. Смотрите, это только часть программы. То, что мы сейчас увидели анкеты, то, что предложили граждане, на этой неделе должны пройти заседания общественных муниципальных комиссий, из которых, из этих анкет, они должны выбрать наиболее, ну так скажем, набравшее большее количество территорий и объявить их на своих сайтах, что эти территории, за которые мы пойдем голосовать, ну, разные муниципалитеты. 18-го, 20-го, общественных территорий. Отдельно. Дворовые территории, уже отбор был осенью набран. Уже фактически... То есть на 18-й год заявки получены. На 18-й год заявки все сформированы. Понятно. Вот спасибо. Я перебью, просто времени не очень много остается. Но вот разобрались. Я понял, и думаю, зрители тоже поняли, что тут произошло, какое произошло разделение. Последний вопрос программы задам Александру Ивановичу. Ну, как вы считаете, можно ли создать какую-то идеальную в итоге сферическую территорию в вакууме, как говорит молодежь? Какую-то, которая подошла бы всем. Ну, я просто анализирую. Вот Новый город, он построен по одной и той же схеме практически. Да? Это было модно тогда. И всем нравилось, вроде бы все устраивало. Более ранние кварталы также строились по одной архитектурной схеме. Сейчас возможно ли выработать такую схему? Иначе пойдет разноголосец. Я хочу в этом дворе, в своем дворе так. А я хочу вот так. И все будет разное. Может быть, все-таки какой-то стандарт должен быть? Ну, понимаете, вот вся работа у нас архитектора, градостроителя особенно, это всегда вот поиск таких компромиссов. С одной стороны, всегда тянет, как бы, выработать единый, не то что подход, а некий единый стандарт. Вот. И у нас получаются черемушки. Выработали в свое время, да? Получились черемушки. Вот. Кстати, новый город, это вот было новое слово в советском градостроительстве. Там отказались от микрорайонной системы. Это было совершенно другое. Это был какой-то новый шаг. Вот. Последний город СССР. Вот. Был сделан так. Вот. Он всех устраивает. Да ничуть не бывало. Вот. Он опять же кого-то не устраивает. Поэтому вот у меня как-то сомнение, что можно действительно сделать что-то такое, что вот устроил бы всех. Но вот один из моих друзей, когда даже сказал такую фразу, он не был архитектором, мы много лет дружили. Вот. Он сказал, говорит, знаешь, говорит, квартира не бывает ни удобной, ни неудобной. Она удобна ровно настолько, насколько я ее обжил. А мы вот что-то тогда вот разговаривали о Хрущевках, о 75-й серии. Он говорит, вот обжил, значит, хорошо. Не обжил, но извини. Так и город. Так и город. Так и город. Обжили? Значит, он будет жить. Вот. И город будет жить настолько хорошо, насколько он будет интересен в первую очередь, вот именно самим горожанам. То есть не тем, кто сюда приезжает в командировку, а те, кто здесь живет. Я прошу прощения. Если нам это интересно, будет интересно всем. Время истекло. Если нам это интересно, будет интересно всем. Для того, чтобы город менялся, и менялся так, как хотите вы, вы должны действовать, вы должны участвовать в программах. Вот это и аналогичный этой. Пожалуйста, не сидите сложа руки. Действуйте. Я благодарю гостей за участие в передаче. А вас, уважаемые зрители, за внимание. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова